Итак, уважаемые участники площадки, время 13 часов 10 минут Москвы. Мы продолжаем наше с вами занятие. И сейчас мы с вами приступим к подготовке заявления о разъяснении решения суда. Я не буду вставлять реквизиты, я просто сразу буду готовить и показывать вам, каким образом мы составляем само заявление, само тело. А там реквизиты, естественно, если вам нужно, я проведу дополнительный урок. Я надеюсь, для вас это будет урок тоже так же полезен, как и все остальные уроки. Итак, первое, что мы с вами напишем, естественно, заявление. Заявление. Ну и по центре курса. Раз. Что у нас тут с заявлением? Все правильно. Заявление. Далее. О чем? О разъяснении решения суда. Вот мы с вами сделали заявление. Сейчас я их нажму, чтобы у нас интервал между буковками был не очень большой. Второе, что я сделаю, я сделаю разъяснение решения суда. Сделаю 11 информатиком, чтобы у нас было отличалось. Ну, в принципе, можно это выделить и сделать пожирнее, чтобы... Оформление это каждый на свой вкус, как кто, как хочет. Я обычно так делаю. Ну, далее. Переходим к следующей. Сейчас настроим сразу. Абзации у нас по шестерочке источные. Интервал источный. Пишем. Что там у нас? Значит, у нас с вами имеется какое-то глупенькое, откровенное решение. Давайте начнем с решения. Сначала вводную часть, и как бы, чтобы было понятно, как мы с вами действуем. Мы действуем по аналогии, значит, по аналогии с теми действиями, которые совершает судья. Все вам делаю. И показываю. Итак. Кто у нас заявительница, заявительница, запитая, познакомившись с решением от 18 марта 2020 года, мирового, да, мирового, мирового, ну, что такое? Что-то за тормозило-то судьи, судьи, судебного участка номер 6 Курчатовского. районного города Челябинска. Елена, если правильно, как ее, Татьяна Александровна, или как ее зовут, эту? А, Чекаминдарева. А, Чекаминдарева. Александровна. А, Чекаминдаревна. Установила. По центрику сейчас ей додвигаемся. Что установила наша прекрасная, значит, заявительница? Наша прекрасная заявительница установила. Сейчас мы с вами будем писать, что же все-таки установила. 18 марта 2020 года. Мировой судья. Календарева. Татьяна Александровна. Далее, что там, вводная часть. Это у нас вводная часть, вводная писательница Александровна. Рассмотрев. В открытом судебном заседании. Прямо списываем, что она пишет. Машинка тормозит. Судебное заседание. Материалы гражданского дела. Материалы гражданского дела номер 2.6.2020. По иску АО УТСК к Федорову Василию Владимировичу. Полузыскания. Задолженности. За отопление. И горячее водоснабжение. Пене. И далее, что на пене. Что сделала? Вынесла. Вынесла. Решение. Точка. И далее смотрим, что там. В абзаце. Так, 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 так. Что у нас там? Какая страница? Третья страница. В абзаце 13. Решение. В абзаце. Абзаце 13. На странице. 3. Которого. Отразило. Сведение о том. Что. В кавычке открывается. С ответы. И с пунктами. И с пунктами. Это они. 5,6. Правил. Организации. Теплооснабжения. Российской Федерации. Утвержденных. Утвержденных. Постановлением правительства. bean. Российской Федерации. От 08.0.0.0.0.0.0.0.0.0.2012. номер 808. Ну, вообще, можно, конечно, копировать по-другому. Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 19 12. 20.16 номер 13.39 АО УТСКАН Ну, что ж ты тормозишь-то? 01.11 01.11 2017 года Года присвоен статус единой теплоснабжающей организации централизованной системе теплоснабжения города Челябинска города Челябинска города Челябинска так утвержденных в актуализированной схеме теплоснабжения Челябинска городского городского округа округа на период до 2032 года года так вынесло решение в абзац 13 написано все пишем дальше вместе с тем вопреки требованиям требованиям установлено статьей 67 и статьями 60 167 и так что там у нас 198 гражданского процессуального кодекса кодекса развития что ж ты тормозишь то это так в данной части судебного решения не нашли своего отражения сведения о чем сведения по месте размещения так 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 копируем материал дело дело приказа а также что у нас сведения о результатах оценки этого приказа 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 так сейчас мы сейчас точка руководствуюсь правами гарантированными заявительница статьями так 35 запятая 56 67 правильно 56 67 198 запятая 202 гражданского подсоциального кодекса российской федерации заявительница что делает ну естественно верещит и требует требует первое первое давайте сразу сюда это убили чтобы у нас все было понятно и ясно первое принять рассмотрение и разрешение заявление о в чем о разъяснении решения суда суда второе ознакомиться с содержанием чего содержанием решения от 18 марта судьи календарева Татьяна Александра и убедиться в том что в нем далее берем копируем вот этот вопреки прямо как написано копируем вставляем убедиться третье разъяснить стороне разъяснить разъяснить заявительницу вставляем вопрос о том где материалы дело размещен что приказ нас интересует приказ да копируем тут размещен приказ министерства размещены приказ министерства а также результаты оценки этого приказа по правилам установлены статьей 67 гражданского процессуального кодекса российской федерации точка нет еще точка так заявление разъяснение решения суда копируем заявление разъяснение решения суда и определение о разъяснении решения суда по поставленному данным в этом заявлении вопросу приобщить к материалам дела определения направить заявительницу в том числе в электронном виде точка ну далее там подписи подкорректирую чтобы у нас было тут выглядело более-менее нормально ну я думаю что и так нормально все так ну во первых 12 размер так второе что у нас там жирно зачем жирно жирно не надо третье мы должны с вами сделать полтора и просвещение минус 6 все вот собственно говоря вот я вам предоставил пример того как составляются заявления о разъяснении решения суда я вам продемонстрировал более того сейчас каждый может взять и самостоятельно меняя только сведения о реквизитах того или иного документа можете самостоятельно составлять по вот представленному исковому заявлению значит любые процессуальные документы желательно чтобы у вас на каждый вопрос было подано свое заявление тогда это резко снижает у судей возможность мошенничать и значит действовать в обход закона выставляем по каждому пункту нарушения свое заявление бумагу не жалеть но по каждому заявлению вы будете у вас будет уже готовое обращение мы подаем по каждому заявлению во первых это скажем так на какие-то он ответит на какие-то не ответит но это дает нам возможность уже действовать более осознанно не посылать кучей все эти документы и не передать потому что их никто смотреть не будет мне бы хотелось убедиться что вам-то действительно все понятно можете вы самостоятельно подготовить какие-то свои вот или на том на том материале который мы сегодня можете вы свои самостоятельно такие же процессуальные документы подготовить и представить чтобы можно было проверить посмотреть может быть сложности у вас какие-то возникли по вашим материалам очень классный формат даже я поняла меня так вы меня вы всегда восхищаете даже я понял нет вы самый лучший боец почему потому что вы умеете действовать по принципу тупой еще тупее вы самый тупой да молодец молодец ну давай давайте все организационного плана если я допустим 5 или 10 таких заявлений отправляю в суде практически какого результата я добью я понимаю что я ее вымотаю а приведет ли это к тому что она какой-то более действенный поступок сделает процессуальный давайте не будем гадать давайте будем направлять и в зависимости от действий судьи принимать те или иные решения зачем гадать мы нам с вами вопрос понятен понятен очень понятен я думаю что любому судье который прочитает ваше заявление тоже так же все будет понятно я могу отправлять пять десять заявлений сколько таких моментов она выдает судья в своем решении столько раз я и буду отправлять конечно вы не забывайте да совершенно регистрируйте все как положено не забывайте что направление таких заявлений имеет воспитательный характер оно воспитывает сразу делать и хорошо нектар а еще с каким интервалом отправлять через десять минут сможете отправлять я имею ввиду с каким интервалом через день через сто я говорю 30 дней можете отправлять через десять минут но уже отняти можете так можете сразу не забывайте вы пришли принесли зарегистрировали одно потом приходите зарегистрировали второе потом приходите зарегистрировали третье обратите внимание к вам будут привыкать эти люди которые в канцелярии работают они видят что приходят они читают это они знакомятся они начинают понимать что мировая судья попала во щит они начинают читать и не начинает интересоваться а что там такое а какие вопросы ставятся еще раз не забываем каждое заявление имеет воспитательное значение в общем переноску то она а 195 не нужно потому что там написано что решение должно основываться на доказательства которые осмотрены судебном заседании нам зачем это пока мыло 190 ну давайте я добавлю 195 сейчас минутку сейчас я добавлю давайте если вы хотите в принципе давайте добавлю это не против 95 195 , устраивает ну как бы да и ну все добавил по 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 просьбам по многочисленным просьбам зрителей я добавил 195 статью я так думаю что после того как вы увидели в заявлении 195 статью в вашем душе что-то поднялось нет я просто цепляю за то что все доказательства материалы же дела не может появляться просто сам по себе документ вот я хотел еще спросить основание чего строятся материалы дела это документы которые исковое заявление на разумеется протоколы определения дальше потом иногда может и без истребования со стороны ответчика либо суда что-нибудь притащить материалы дела может у нас у нас истец мы когда с вами видим что утворяют наш истец и с мировым собою на пару я не удивлюсь они могут хоть что прийти они даже тушу барана могут принести в обоснование своих требований но данная бумага так понимаю что получается подано и сон и судом в обход закона потому что это не было не заявлено не протоколе нигде так понимаю правильно ничего не понял прочего говорить про то что я только что написал до конюю не подавали вы просто говорите марина я вам говорю что вот есть материалы дела появляется такой документ который не был истребован судом ответчик не заявил это ходатайство она придать и не было приложение к исковому заявлению основание чего тогда эти бумаги появляются материалы где-то в каждом конкретном случае надо вопрос ставить кто его предоставил когда каким образом она появилась материала где-то вопрос и поля за действиями и ста и той стороны которая там сегодня разбушлатилась да есть ссылка на документ в смысле указанного обстоятельства что вынесен какой-то приказ но отсутствует сведения о том где этот приказ находится в материалах дела а так же оценка результаты оценки значит отсутствует сведения о том где находятся результаты оценки этого приказа по правилам установим статьей 67 все нас больше в данном случае с вами ничего не интересует получим ответ тут два пути либо в первый путь судья скажет а ты дура ты ничего не понимаешь на листе дела находится тот то тот то документ а результаты оценки в таком то документе размещены возьми прочитай и ознакомься но она этого не скажет она начнет отписываться что и вот она начнет отписываться а это как раз что это доказательство того что судья сама не смогла разъяснить то что вам нужно будет доказывать в апелляционной инстанции понятно или нет понятно я наверное неправильно выразилась я знаете какой хочу спросить вопрос если заявлено об этом приказе не было указано в исковом заявлении и он не обсуждался этот вопрос это данный документ может быть положен в основу решения и она неправильно выразилась еще раз повторите если приказ вот выносится решение приложение к исковому заявлению его нету то есть не было заявлено ни кем но он внезапно появляется в материалах дела ссылка на такой приказ является законным решение или нет считаем вот я Марина вы где были вы где то наверное своими делами занимались я слушала а? нет она открыла сказала что вы нету приказа нету в материалах дела вот еще раз все документы должны те документы которые положены в основу решения суда должны быть исследованы и сведения о них отражены в протоколе судебного заседания если в протоколе отсутствует сведение об исследовании этого документа как доказательство, значит судья в основании судебного акта положила документ, который не исследовался, что противоречие требуем части 20 и 195 Гражданского подсоциального кодекса Российской Федерации. Но у вас два пути, либо идти и верещать, а там это не отражено, это не отражено, а вы здесь говорите, а я не обнаружил, а покажи мне, может быть я где-то что-то не увидела. Пусть судья доказывает, что она не отразила. Виктор, у меня вопрос, Елена, это как раз по моим документам сейчас мы идем, я очень рада. Вопрос такой, я ставлю свои исходящие номера, но все свои заявления, а судья когда отвечает мне, то иногда не ссылается на мой исходящий номер, а просто пишет заявление от такого-то числа. есть ли где-то норма закона, что реквизиты должны указываться полностью? Ну, есть, по-моему, там, значит, государственный стандарт, по-моему, там у нас есть, государственный стандарт, я сейчас не буду, давайте отдельно этот вопрос, почему, потому что это сейчас тормозит, государственный стандарт, он 13-го года, по-моему, там обязательно должна быть указываться ссылка на входящие, исходящие, связь должна быть между документами, но в данном случае связь можно просматривать по самому содержанию, они должны при вынесении определения, должны вот эту часть, я вам сейчас покажу, которую часть, значит, должны в своем обосновании вот эту часть, видите, выделено, они должны сказать, разъяснить то-то, то-то, то, как в обосновании указали, в описательной части, в обосновании заявленного требования, заявительница указала на то, что вопреки требованию, дали по тексту. Я в последних документах стала в требованиях указывать дополнительный пункт, чтобы судья при ответе ссылалась на исходящий номер текущего заявления. Лен, значит, смотрите все участники площадки. Если вы требуете от судей совершить те или иные действия, вы должны четко указывать норму законодательства, которое устанавливает требования к указанию этих, значит, совершения таких действий. Ах ты, хорошо, поищу. Еще раз, кто возлагает обязанность, тот и обязан предоставить сведения о том, какой нормой закона на противную сторону возлагается обязанность. Правила простоят. Виктор, можно спросить? Я держу в руках свое апелляционное определение по теплу, вот тоже. И судья мне пишет, возникшие между сторонами правоотношения регулируются положениями Жилищного кодекса Российской Федерации. Все. И начинают перечислять все статьи Жилищного кодекса, которыми регулируются наши взаимоотношения. Чем подтверждается возникновение правоотношений? Вот он пишет Жилищным кодексом. Минутку. Я вопрос еще раз задаю. Договор. Чем подтверждается установление правоотношений? Все остальное, он сразу там регулируется. А чем они подтверждаются, то установление правоотношений? Ну вот, видите, это химия, да? Нет, все остальное, это нет. Договором? Ну договором. Подождите, при чем тут договором? Каким договором? С кем договором? Ну с тех, у вас снабжающей организацией. Я так понимаю, что наши взаимоотношения регулируются договором, которого нету. Да подождите вы, минутку. Еще раз запомните простое правило. Каждый собственник, кто живет в многоквартирном доме, в том числе вы, обязаны подчиняться чему? Конституции и гражданскому кодексу нет. Очень смешно. Договором с управляйкой, да? С управляйкой? Да подождите вы, кто договор-то с управляйкой? Добраться до договора с управляйкой? В отношении общего имущества каждый собственник обязан руководствоваться решениями общего собрания, проведенного, на котором был кворум. Решение общего собрания, на котором это решение органов управления многоквартирным домом. Вот эти все поганые судьи поважают вот это все действовать в обход закона. Именно они запустили вот эту побойку во всей стране. Судьи наши поганенькие. Еще раз. Установление правоотношений начинается с воли изъявления собственников на их общем собрании. Что в отношении управляющей организации, способа управления, так и в отношении ресурсоснабжающей организации. Да, да, да. Статья, по-моему, 45 жилищного кодекса. Да, да, да. Это я в касатце ведь указала, уже забыла. И знаете, еще вопрос. Вот я эту апелляционку держу в руках, и она должна быть прошнурована. И должна быть печать, значит, на последней страничке шнуровки. Вот она прошнурована, эта апелляционка, но печати нет и подписи нет. Что все верно, копия верна. Вот это вот тоже нарушение же, да? Ну, вот берете, во-первых, здесь вот и так. Я вам показал принцип. Вот вам заявление о разъяснении. В данном случае решение направив. Она же приняла решение направить вам в таком виде. Прошу разъяснить ваши действия. Не, у меня пояс ушел. Я уже касационную написала жалобу. Подождите, при чем тут пояс ушел? Ну, решение-то не исполнено. Так, как не исполнено? Принято апелляционное определение, принято все, приставом ушло. Решение исполнено в полном объеме? Так. Ну, вы что, не знаете, заплатили вы деньги или не заплатили по этому решению? А, нет, я не заплатила. Ну, все, значит, решение не исполнено. Направляйте заявление о разъяснении. Почему не оформлена правильная документация, да? Почему нет печати, да? Почему нет подписи? Да, да. А может это в касационку дополнить, что не оформлена апелляционная? Еще раз, вы слышите меня, пожалуйста, внимательно. Сегодня урок построен с какой целью? С какой целью мы направляем заявление о разъяснении решения суда? Мы его направляем для того, чтобы нам не доказывать факт того, что это решение принято в обход закона. Мы направили, получаем пык-мык, мы ей говорим, так она свое собственное решение. Она не опровергла наши доводы, изложенные в заявлении о разъяснении решения суда. Не забывайте, вам доказывать надо. А доказывать как? Вот направляйте, ты приняла решение, ты приняла, давай мне разъяснение. И вот то, что нету черных печатей, на копии нет черной печати... То же самое, направляйте заявление, почему направили, разъяснить, почему мне направили документ, не оформленный належащим образом, без печати, без крепления, без ничего. Не знаю, что не накатали. Понятно, нет? Ну понятно, что судья вообще, беспредельщик, не хочет оформлять належащим образом... Вы про нее говорите, вы про себя говорите, поймали, вот вы должны удовольствие получать от того, что ловите их судью. Вот видите, я вам показываю, как это делается достаточно быстро. На вас тут же, на ваших глазах все составил. Виктор, я нашла ГОСТ от 16-го года, 5.18, как раз там написано, что те документы составляются на русском языке, как государственные, метро-тата, и в тексте документа, подготовленном на основании законодательных или нормативных правовых актов, ранее изданных распорядительных документов, указываются их реквизиты. Наименование, наименование организации, автора документа, дата документа, регистрационный номер документа, заголовок текста или наименование вида документа. Так, ну это исходящие документы, исходящие. А, вернее, входящие-то он должен указывать или нет? На что он отвечает? Вот это место найдите? Да, пункт 5.27, я нашла, можете себе подметить. Какой, 5.27? Да, там входящий регистрационный номер документа должен быть. Вот, какой ГОСТ? От 16-го года. 7.09.97? Да, да, 7.09.97. Сейчас откроем, сразу убедимся. Государственный стандарт, извините, государственный стандарт, это относится к тем документам, которые суды обязаны подчиняться. 5, да, 5, да, 5.17, да. Да, там просто регистрационный номер документа, но это тоже при создании, не при ответе. Ну, вот, кстати, вы хорошие здесь подняли вопрос. Смотрите, 5.18. В тексте документа, подготовленном на основании законодательных или иных нормативных правовых актов, ранее изданных распорядительных документов, указываются их реквизиты. Вот смотрите, я это к чему, уважаемые участники площадки. Очень хорошая вещь. Что должно быть указано при ссылке на документ? Вот смотрите, протокол судебного заседания является документом? Да. Ну, наименование документа, наименование организации автора документа, дата документа, регистрационный номер документа, заголовок тексту или наименование вида документа. Это все должно быть, это все должно быть в тексте документа на основании законодательных. Это при исследовании письменных доказательств. А, вот, 5.12. Ссылка на регистрационный номер, дату поступившего документа. Ну, а где она проставляется, ссылка? Как она ставится? 5. Так, минутку. Ну, раз ссылка есть, значит, она должна быть ссылка. Ну, ссылка на регистрационный номер, включая регистрационный номер, на который дается ответ. Ну, все, здесь написано 5.12. Значит, должна быть ссылка на регистрационный номер, дату поступившего документа, на который дается ответ. Вы же заявление направляете, на это заявление получаете ответ. Должно быть регистрировано. Все правильно, все, Лена говорит. Вот она, 5.12. Берете ГОС, смотрите, каким образом оформляются все документы, направляемые в органы государственной власти, и в соответствии с ГОСом оформляете эти документы. Это самое главное правило, которое не поддерживается у нас большинство граждан, которые обращаются в органы судебной власти. И таким образом демонстрируют свое неподчинение требованиям государственных стандартов. Вот, научитесь себя спрашивать, в первую очередь, правильно и грамотно оформлять процессуальные документы. Научитесь правильно и грамотно оформлять документы, будете требовать с других. Вы в шапке в левой части пишите фамилия, имя, отчество, ниже заявительница, потом реквизиты, адреса, электронная почта и все остальное. И далее в тексте вы пишите, заявительница ознакомилась, без разницы, что вы там, вы говорите про себя, что вы ознакомились, значит, установили, требуете. У меня на сегодня урок все, и я вам предоставил материалы. Каждый посидит, потренируется, давайте, на своем материале. Я думаю, что заявление о разъяснении нужно потренироваться, потренироваться. Я хотел бы видеть результаты моего урока.